Так, что же такое Space Cloud Unit? Space Cloud Unit – это блокчейн-маркетплейс для рынка облачного хранения данных. Методика разбора у нас, как всегда, не меняется. Сначала смотрим, как мы можем заработать, потом смотрим, как нас могут кинуть, и после переходим к токинометрике. Итак, погнали! Сразу отмечу, что ранее нами уже были разобраны пара проектов из области облачных услуг, такие как Anker – это облачные вычисления на блокчейне, и Leonardo Render – облачный рендеринг на блокчейне. Напомню, Anker отметился тучей инвесторов и уже давно поднятым хардкепом, а Leonardo Render – необычным решением и готовым продуктом. Что касается их коллеги по цеху Space Cloud Unit, то тут все не совсем очевидно. С одной стороны, Space Cloud Unit – это дочерний проект, уже давно работающий на облачном рынке, профильной немецкой компании Power Folder, которая ручается за проект. А с другой стороны, отложенный краудсейл и непонятная ситуация с MVP. И еще одно, то что мне больше всего не нравится – это то, что админы не отвечают на сообщения в чате. И создается впечатление, что проект уже соскамился. И я бы так и подумал, если бы не сообщение в Twitter об отсрочке краудсейла, как раз в тот момент, когда я готовил этот обзор. Посему разберемся, чем этот проект может быть интересен. В белой бумаге говорится, что рынок облачных сервисов в ближайшие годы может вырасти на 83%, то есть почти в два раза. В частности, планируется большой рост в области облачного программного обеспечения и инфраструктурных решений. Все это ведет к большому спросу на облачные хранилища в том числе. Компания, которая стоит за проектом PowerFolder, успешно работает с 2007 года в 63 странах. Ее доходы порядка 3,8 миллиона евро. Пользователи по всему миру около 3,5 миллионов и 55 петабайт – это на минуточку 55 миллионов гигабайт, кто не знает, облачного хранилища. Также команда заявляет, что они, как одно из первых немецких ICO, поддерживают тесную связь с BaFin. Это Федеральное управление финансового надзора Германии. Поэтому, что касается токена и модели монетизации проекта, то с немецким регулятором проблем быть не должно. Но следует отметить, что команда ориентирована на более широкую экспансию, нежели немецкий рынок, и уже в 2019 году хотят выйти еще как минимум на две страны, кроме Германии. Также цель команды на следующие 10 лет заключается в том, чтобы 20%, а это объем рынков 60 миллиардов евро в денежном эквиваленте, так вот, чтобы 20% всех облачных сервисов в мире работали через их сервис и ставят для пользователей новым Uber или Airbnb в области облачного хранения данных. Ну, достаточно амбициозно. По мнению основателей проекта, проблемы нынешнего рынка облачных хранилищ в отсутствии их гибкости в плане индивидуальных решений для бизнеса. То есть провайдеры, как правило, предлагают тарифные пакеты на выбор. Ну а пользователям ничего не остается, кроме как делать выбор из того, что есть. Задают по году на рынке в основном большая четверка – это Amazon, Microsoft, IBM и Google. Все остальные же провайдеры следуют общепринятому тренду, и таким образом нет особых движений в сторону персонализации предоставления услуг. Кроме контроля тарифов, монополия на рынке упомянутых четырех компаний, а это более 55%, несет также риски по части безопасности для пользователей. Достаточно часто личные данные пользователей, храняющиеся в облаке, попадают в открытый доступ. Поэтому в облаке не рекомендуется хранить секретную информацию, например, важные пароли, или что актуально для криптосферы, например, секретные ключи криптовалютных кошельков. Бывает на разных форумах появляется сообщение, что хакеры массово обнесли криптокошельки – секретные ключи, на которые хранились в облаке. Но это так, между прочим. Space Cloud Unit предлагает решение, согласно которого каждый пользователь, будь то бизнес или частное лицо, может настроить облако под себя. По принципу «собери сам». Практически как в пиццерии «собери свою пиццу». Причем пиццерию, то есть провайдера облачного хранилища, также можно ему выбирать. Кроме того, у пользователей будет возможность сравнивать преимущества и недостатки разных поставщиков и даже самостоятельно решать, в какой именно стране будут храниться их данные. Теперь переходим к бизнес-модели. Итак, Space Cloud Unit представляет собой блокчейн-маркетплейс, в рамках которого поставщики услуг облачного хранения размещают свои предложения, а пользователи при помощи незамысловатого интерфейса покупают эти услуги. Также при помощи модульной системы пользователи могут самостоятельно конфигурировать облако под индивидуальные потребности и изменять конфигурации по мере необходимости. Спрос и предложения объединяются при помощи смарт-контрактов на блокчейне Ethereum ERC20, которые обеспечивают полную безопасность, прозрачность и автоматизацию всего процесса. От поиска подходящего поставщика до использования хранилища, а также отвечают за оплату, штрафы и проверку. Кстати говоря, для реализации своего блокчейн-решения команда анализировала преимущества других блокчейнов, в том числе Neo, Lisk, EOS, IOTA и Cardano, и остановилась именно на Ethereum за его широкую популярность и проверку временем. Консенсус сети достигается по гибридной модели Delegated Proof of Stake plus Proof of Service, то есть делегирование доказательства доли плюс доказательства обслуживания. Первый консенсус уже нам хорошо знаком по предыдущим проектам, а что касается протокола доказательства обслуживания, то он основан на алгоритме генерации блоков для обеспечения необратимой связи между пользователем, поставщиком облачных услуг и верификатором. Из плюсов для поставщиков отмечается экономия на маркетинге, дистрибьюции и заключение контрактов. Эти вопросы берет на себя платформа Space Cloud Unit. Что касается монетизации, то процесс нехитрый. Потребители оплачивают услуги провайдерам при помощи utility токену платформы SCU, которая выпущена на Ethereum ERC20. Причем оплата может выполняться постепенно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно, ну то есть по условиям смарт-контракта. Провайдеры в свою очередь принимают токены SCU к оплате и резервируют их у себя на счету за вычетом комиссии платформы до момента полного исполнения смарт-контракта, дабы в случае неисполнения контракта вернуть оплаченные токены пользователю обратно. Что интересно, команда заявляет, что даже в случае, если они не поднимут softcap, то при помощи токенов SCU можно оплатить услуги облачного хранения данных у компании PowerFolder и уверяет инвестор в безопасности ICO, и что те свои деньги не потеряют в любом случае. Итак, посмотрим, что у проекта по дорожной карте. Планы у команды расписаны до 2025 года. Из важного следует отметить, что в этом году намерены реализовать приложения на iOS и Android, а также дестопную версию, и кроме того бета-версию кошелька. И еще с этого года планируют начать взаимодействовать с партнерами. С 2020 года запуск в 16 странах, с 2021 хотят охватить уже 24 страны, а с 2023 по 2025 планируют охват всего мира. В частности, что касается 2019 года, то планируют охватить Германию, Австрию и Швейцарию. На Корею думают выйти в 2020 году, на Россию в 2021, а на США и Японию в 2023. Также есть более подробный план технических решений. В частности, упоминается о запуске сначала тестнета, а затем и майнета в 2019 году. Далее по реальности. Юридический проект принадлежит компании из Германии, SCU GmbH, которая является дочкой другой немецкой компании, уже упомянутый PowerFolder, которая специализируется, в свою очередь, на облачных решениях для бизнеса и частного использования. На сайте SpaceCloud Unit команда предлагает протестировать их прототип. При переходе по ссылке предлагается далее регистрация, а после ввода данных выскакивает какая-то ошибка. Ну, вот такая вот какая-то непонятная ситуация. Посмотреть, как выглядит макет прототипа, можно также белой бумаги проекта. Что касается кода прототипа SpaceCloud Unit, то он размещен в одном из репозиториев на GitHub PowerFolder, но, как видно, движений там не было давно. Итак, пройдемся по команде. В команде 11 человек, большинство из которых являются сотрудниками компании Blockchain Solutions в области консалтинга и разработки и продвижения блокчейн-проектов. Кристиан Спрач, основатель проекта и генеральный директор, также является гендиректором упомянутой компании PowerFolder. Даниэль Ламмерман, отвечает за маркетинг, является соучредителем и директором по маркетингу компании Blockchain Solutions. Даниэль Маркварт, отвечает за развитие бизнеса и экономику токена, менеджер по развитию бизнеса в компании Blockchain Solutions. Ян Камер, ответственный за криптографию, сооснователь и технический директор Blockchain Solutions. Что касается адвайзеров, то консультируют команду проекта 3 человека. Энтони Стинвинкель, советник по маркетингу и стратегии продаж, партнер компании B-Junking Managing Consultants, консалтинг в области IT и CRM. Кристоф Сиодлечек, консультант по развитию и продажам, кроме данного проекта консультируют еще несколько компаний. И Мария Янкулина, это советник по управлению проектом, руководитель отдела маркетинга компании ProHandle, услуги и консалтинг в области организации товарооборота. Так, посмотрим партнеров. На данный момент проект уже партнерится с семью компаниями. Логотипы в сайте кликабельны. PowerFolder, услуги в области хранения данных в облаке и взаимодействия для бизнеса и частных клиентов. Является материнской компанией этого проекта. Blockchain Solutions, консалтинг, разработка и продвижение блокчейн-проектов. NextCloud, услуги по облачному хранению данных и взаимодействию. Cloud4Digital, консалтинг и организация процесса закупок товаров и услуг для бизнеса. WinHellar, услуги в области корпоративного права и налогового консультирования. ICO Manufacture, консалтинг, разработка и продвижение в области ICO. И DAL33T, частные облачные решения, является проектом компании PowerFolder. По инвесторам информации у нас нет, команда на вопросы в чате не отвечает. Что касается того, как нас могут кинуть, то кроме того факта, что за проектом стоит реальная компания, больше нет никаких фактов, плюс, что это ненамеренный скам. Как бы там ни было, технический скам мы не исключаем, даже когда за проектом стоит сотня криптофондов. Хотя, со слов команды, дела у них идут не так уж и плохо. Согласно информации на сайте, в разделе «Часто задаваемые вопросы», кстати, можно посмотреть. В августе 2018 года на PrivatPresale продали в 13 миллионов токенов ICO. Также есть информация о том, что при сейл стартовал 1 октября и закончился 15 декабря 2018 года. Кроме того, на сайте есть информация, что краусейл начался 14 января 2019 года и продлится до 1 марта этого года. Но как раз тогда, когда готовился этот обзор, в твиттер проекта появилось сообщение, что краусейл решили отложить и новую дату сообщат позже. Токенометрика выглядит следующим образом. Инвестиции принимаются только в криптовалюте Ethereum. Софткэп проекта 4,6 миллионов евро в Ethereum. Хардкэп 15,6 миллионов евро также в криптовалюте Ethereum. Цена токена 20 центов. Эмиссия всех токенов 150 миллионов токенов. На продажу предлагается 78 миллионов токенов. Это 52% от общей эмиссии. И минимальная сумма инвестиций 0,1 Ethereum. Также известно, что на пресейле бонус от 10 до 25%, а на краусейле бонус от 2 до 5%. Далее у нас идет распределение токенов. 40% планируют продать на краусейле. 12% для продажи на пресейле. 15% команде. 13% на маркетинг. 10% для развития бизнеса. 5% адвайзером. И 5% на баунти. Распоряжаться собранными средствами намерены так. 40% направят на технологию внедрения. 30% на маркетинг. 5% на рекрутинг и персонал. 5% на юридическое сопровождение и администрирование. И 10% в резерв. Токены команды залочены на 2 года. Также у проекта на данный момент активна баунти-компания. Все необходимые ссылки для регистрации есть на сайте проекта. А с подробностями участия можно ознакомиться на BitcoinTalk. Тикер токена проекта ACU. Токены выпущены на платформе Ethereum ERC20, как я уже говорил. Общей эмиссией 150 миллионов токенов. Также доступен адрес смарт-контракта.